Говоря о событиях октября, вспомним также, что в Тюмени проходила Всероссийская научно-практическая конференция. Она была посвящена 300-летию прокуратуры России. Сам юбилей еще впереди, и чтобы узнать подробнее об этом знаменательном событии, мы связались со старшим помощником прокурора Тюменской области по правовому обеспечению Ольгой Луговской. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, во-первых, поздравляем вас и ваших коллег с этой знаменательной датой, Ольга. Спасибо! Давайте обратимся немножко к истории. Как вообще появилась прокуратура в нашей стране, и было ли это действительно 300 лет назад? Да, это действительно так. Органы прокуратуры были учреждены указом императора Петра I 12 января 1722 года. Таким образом, в 2022 году, 12 января, прокуратуре российской исполнится 300 лет со дня образования. Прокуратура Тюменской области была создана в сентябре 1944 года, и в этом году ей исполнилось 77 лет. Но следует отметить, что какие бы времена не наступали, прокуратура всегда оставалась основным правозащитным органом, стоящим на страже интересов законности и правопорядка, на страже интересов людей. На первоначальном этапе органы прокуратуры насчитывали всего лишь в Тюменской области 28 работников. В настоящее время в структуре прокуратуры области трудится более 350 прокурорских работников, 26 территориальных прокуратур и 2 специализированные прокуратуры. Но дата весьма значимая. Скажите, будете ли вы и ваши коллеги вообще в целом все надзорное ведомство отмечать это событие? Если да, то как? Да, безусловно. Следует отметить, что еще 24 марта 2021 года вышел указ президента Российской Федерации о праздновании 300-летия прокуратуры России. Соответственно, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурой Тюменской области намечены соответствующие мероприятия, посвященные этому важному событию. Мероприятие, посвященное 300-летию Российской прокуратуры, проводится уже с начала второго полугодия 2021 года. Конечно же, в январе 2022 года состоится торжественное мероприятие, посвященное такому большому событию с приглашением гостей, с вручением ведомственных юбилейных наград. Ну давайте поговорим о работе прокуратуры в этом году. Имеются ли положительные результаты? Вот расскажите об этом. Да, безусловно, положительные результаты работы имеются у прокуратуры по каждому из направлений деятельности. Но прежде всего, в связи с принимаемыми прокурорами мера, погашена задолженность по заработной плате на сумму более 230 миллионов рублей. На постоянном контроле находятся вопросы восстановления прав обманутых дольщиков. Имеются позитивные изменения и в вопросах противодействия преступности. Постепенно, но снижается уровень преступности в регионе. Жить становится безопаснее. Кроме того, прокурорами в текущем году приняты меры к восстановлению нарушенных прав каждого третьего гражданина, обратившегося в прокуратуру. Ольга, ну в завершении вы наверняка хотели бы поздравить своих коллег, поэтому мы с удовольствием вам предоставляем такую возможность. Да, безусловно, пользуюсь случаем. Я искренне хочу поздравить своих коллег, многоуважаемых наших ветеранов с наступающим большим праздником, с большим событием с 300-летия российской прокуратуры. И пожелать, конечно же, всем крепкого здоровья, благополучия, профессиональных побед и уверенности в завтрашнем дне. Всего доброго. Спасибо, Ольга. До свидания.